взяла с собой камеру расчехлить решила только сейчас а нет это вот оно вверх-вниз а мне надо приблизить так а теперь ну конечно на соньке большое приближение тут четырехкратная хотя вроде в описании написано было восьмикратная не знаю где тут восьмикратная но на мониторе на планшете гляну что это вот да вот туда куда у меня направлено палец где о вон туда и короче но там деревья скорее всего что там еще может быть деревня давно уже отмерла это приложение погоды продолжают улавливать ее ашалаева слишком приближенно дарим но тут как бы четырехкратное приближение но приличная я просто подумала что он какой шалаш еще че откуда там шалаш в принципе ухты в этом положении но не может меняться на эту штуку да ну ладно может на себя направить я не очень в курсе в какой режим умеешь но это слабонервным отойти от экрана на всякий случай так я не взяла с собой не яблоко наташина не гришин этот самый samsung хотя держалка для телефона есть но как-то не план не думала что надо будет поэтому я сейчас вот чисто только с этой палки держалки точнее свободные руки потом перекинула планшетик смонтирую может на днях до прилуг доеду говорить это все привет тебе зритель сможет сказать пока тебе зритель потому что я не знаю что еще все сниму но можно сказать и пока зритель потом я вчера вся такая депрессивная была а сегодня такая радость хорошая очень хорошо день прошел я давно хотела чтобы так не хорошо проходили и вот они наконец-то стали хорошо проходить именно вот с той темой которая меня волновала ласточки свели гнездо я хочу ну сегодня мне просто как-то не с руки было и камера разряженная была в совсем хочу поставить на слово motion или там ну короче на какой нибудь режим и записать как они там залетывают в это свое гнездо только сетку с окна убрать ну и там стекла скорее все грязные может по моему что ставлю как есть просто поставлю так чтобы и при этом ну хотя бы часа на три чтобы посмотреть чтобы и кошки не было камеру не снесла и это самое и просто за птичками последить чтобы кошки дома не было ну и чтобы этот и за птичками можно было последить свели гнездо там где не надо вообще мы там ходим свели за ночь мне близкий родственник сказал что они там верещали до этого еще к мой приезд они вообще две залетели одна залетела в сене и другой видать сообщала типа смотри смотри и тут в сенях есть место можно сделать типа гнездо потому что дверь была на двор открыта и в сене ну я уж не помню почему у меня так было а потом я значит дверь в сене закрыла они на дворе стали шарахаться на дворе года два назад они свели гнездо совсем где не надо и засрали нам весь мостик ну в итоге их каким-то образом словила момент когда они обе вылетели со двора и закрыла двор и так они обломались а ну а фиг ли мы же уедем двор закроется как они туда попадать вот раньше хоть окно было в двери в этой как бы точнее окно было в двери двери потом уже стекло вынимали специально чтобы они залетали а потом вроде это окно заделали и как бы все никак нефига ну в общем я решила что нефиг их обламывать что они совьют гнездо а мы уедем им никак не попасть да это по ходу дело просто дерево повалившееся нефига ладно может еще чего сниму если вы хотите или хотели приехать сюда но вам религия запрещают смотрите сегодня мои близкие родственники и тут бывали помимо еды которую они мне привезли они еще и псовом ходили и вот 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 тут трутень плавает две штуки я пока за камерой ходила они как-то это не знаю может взять какую-нибудь травинку поближе этого трутня при при фигачить в общем вот томаточники я подозреваю чтобы раев не было одна пчелка по ходу дела сюда случайно попала а вот это два трутня один уже отдал богам душу а другой еще цепляется за жизнь вот трутень 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 большой с крылышками но без жала я просто пошла ведерко забрать которое сестры оставили потому что там один нулевой улей ну под номером ноль решил стать злым ну короче говоря в общем не дал им проверить себе безопаснее было оставить ведро там я вот прокатилась пару часов даже шорт с чаем залила и вот наклонилась я смотрю думаю блин ведро с водой а то оно не только с водой там еще что то есть и думаю надо вам зрители показать не все же видели трутней маточники да и вообще пчел сейчас мне надо будет воды накачать и сосиски сварить кашки пшенной сделала пшенки на воде специально чтобы я как то видела на фотке у одного товарища с которым общалась в том числе и в реале что он сосиски исключительно с пшенкой ела пшенка была исключительно на воде та самая которая каша пшенная которую принято с рисом на молоке делать или просто пшенную на молоке делать горшочки с пенкой в печке или так я в прошлый приезд ее ну где то треть сушеной малиной сухих веток вырезала а вот остальные не успела ну вот на днях доделаю утром то гнездо в котором уже никто не живет мое душевое место я забыла сегодня поднять эту штучку ну в принципе она это от одного дня и худо не будет на самом деле тут какие то домики не наши их потом увезут а вот этот вот под номером 12 номер 12 номер 12 по моему только с той стороны нарисован причем я вчера увидела вот на него фокусировка как раз по центру он и он пустой мне завтра надо будет утром опероем взять на палец опероем одеть сначала надеть пчеловодный костюм на всякий случай взять на палец опероем и этим опероем вместе с пальцем засунуться в литок и помазать там чтобы если они когда решат слетать вдруг туда унюхали и залетели сами потому что они в этом году залетели сами и в наши какие то ульи и в какие то не наши всего их тут 13 в этот раз по-моему в прошлый раз было 14 сколько это было и 5 было пустых 9 ульев и 5 пустых было в этот раз 13 из них только один пустой соседи в том конце заглохли а я боялась я сначала подумала блин я тут сейчас на камеру буду писать они там что-то спевают но не перестали спевать перестали отмечать отмечания а а а а и а а Продолжение следует...